И реально МИД Чехии заявил о том, что по созыву Совбеза России они являться на заседании не намерены. Это как? Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Друзья, всем привет. Сейчас поговорим о российской дипломатии. Она вроде как, с одной стороны, еще на новогодних рождественских каникулах пьют, заливаются. С другой стороны, приходится оторваться от стакана. И Медведев, Мария Захарова, Лавров делают там разные заявления, которые стоит обсудить. Медведев кидается на французов, называют их мразями, лягушатниками и прочее. Высокий стиль, настоящий. Что сказать? Империя с большими традициями. Ну а Мария Захарова несет вообще такую пургу, но она больше на Чехию, значит, нервничает. Но это надо послушать, что она говорит. Так, вроде язык не заплетается, но сама явно не трезвая. Сейчас услышите все сами. В общем, безумие. Друзья, сейчас переходим к самому видео. Вы не забудьте подписаться. Тут у нас, как обычно, воздушная тревога. Безумная империя продолжает атаковать. Зомби империя. Ну и в том числе и на информационном фронте. Поэтому нам нужно с вами продолжать свою работу здесь, в Ютьюбе. Подписывайтесь, жмите кнопку лайк. Обязательно, друзья, важно. Впервые об этом прошу, потому что думал в автомате. Но оказывается, у многих не нажата кнопка колокольчик. Это под описанием к видео, рядом с кнопкой подписаться, кнопка колокольчик. Это чтобы вам приходили извещения о моих новых видео. Видео я свои делаю один-два раза в день. Поэтому это не так часто. Но если вы не нажмете эту кнопку, то вы просто пропустите видео и все. А так вам придет напоминание. Поэтому прямо сейчас нажмите на колокольчик. Он должен таким стать черным. Есть. Супер. Спасибо вам. Ну и комментируйте, пожалуйста. Я уже просил вас, повторюсь еще раз. Много интересных мыслей вы пишете. Что бы вы хотели видеть на канале. Какие видео, какие разборы, о чем. Для меня это важно. Итак, российская внешняя политика. Грустная для всех тема. Потому что это назвать политикой невозможно. Внешняя она тоже относительная. Потому что, судя по всему, все эти заявления больше рассчитаны на внутреннего потребителя. Иначе как это все назвать. Напомню, Россия инициировала заседание Совбеза ООН по поводу того, когда их же собственное ПВО разбомбило Белгород. И они устроили на эту тему истерику. Но им как бы все сказали. И в том числе Франция говорит. Ну вообще, у Украины есть право на самооборону. Вы начали эту войну. И все жертвы этой войны. Где бы они ни были. Это ваши. Это вы виновны в этом. В Киеве, понятно. Одессе, Харькове. Ну и в Белгороде, Воронеже, Москве. Это вы виноваты. Очень правильный и понятный ответ. Исходящий из международного права. Но тут, конечно, началась истерика. Медведев выкатил пост лягушатники. Значит, там, оказывается, никогда не любили французов. Носились туда. Не вылазили с Лазурного берега. Париж, Ницца. Оказывается, никогда они не любили французов. Вот посмотрите на пост этого идиота. И всех, значит, проклинает. Ну а, собственно, на самом заседании не Бензи рассказывал про украинцев, которые, ой-ой-ой, нечего таковали. Послушайте. Перед нами не удар по военным объектам с последствиями, с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Все организаторы, исполнители этого и других преступлений киевской фурты понесут неотратимое наказание. Молчание в ответ на разнузданное варварство украинцев и кукловодов, подельников и цивилизованных демократий будет сродни пособничества и кровавые деяния. Посмотрите на сообщения украинских украинцев, пропагандистов в соцсетях. Сколько злобы и злорадства они изрыгают, комментируя гибель мирных граждан Белгорода. Ну и участвовать в этом шоу они хотели, чтобы еще и Чехия пришла. Якобы Украина использовала чешские снаряды для того, чтобы атаковать Белгород. Поэтому, значит, там Россия вызывала на ковер Чехию в СФБСО. Министр иностранных дел Чехии ответил очень правильно. Сказал, что вы никуда не можете требовать Чехию и вызывать никуда ее нас не будете. А мы готовы, чтобы дальше ваша пропаганда там лилась. Он как в воду глядел, потому что нагрел дни бензия. И поэтому мы готовы с удовольствием прийти на заседание, где будет обсуждаться, как вы забираете свои оккупационные войска из Украины. Правильный, серьезный ответ. Спасибо большое Чехии за него. Ну и, конечно, началась вот истерика уже теперь на Чехию. Оторвали от стакана пресс-алкаше российского МИДа Марию Захарову. И она, значит, наговорила на Чехию Стрекорова. Но, во-первых, начала взмущаться, где же международное право. При этом язык заплетается и несет такую ахинею. Послушайте. И реально МИД Чехии заявил о том, что по созыву совбеза России они являться на заседание не намерены. Это как? Россия запрашивает, как и любое другое государство, и имеет право запрашивать совбез. А когда этот совбез формируется, то есть когда принимается решение о его проведении, это уже вопрос не к России. Россия обозначила тему и поставила такую задачу. А дальше начинается то самое международное право. И уже нужно для себя определить. Вы все-таки в лоне международного права все остаетесь? Или вы живете в условиях меропорядка, основанного на праве? А сейчас вот, смотрите, ясно, что она говорит? Вы как хотите жить в международном праве или в лоне, где правит международное право? Ну, как она там сказала? Видимо, она хотела сказать, где правит сила в международных делах. Но у нее право и право. Но она дальше продолжает. Послушайте дальше продолжение этого же спича. Ну, это, мне кажется, был пробный шар, в Праге. Я думаю, что они свою минуту антиславы получили. Это примерно, знаете, то же самое, как было с Софией, с официальной Софией, с Болгарией, которой запретили мне пролет над территорией Украины. Обратили внимание, что, оказывается, Болгария, ну, София, запретила ей, Марии Захаровой, лететь над Украиной. Безумная, над Украиной никто не летает, кроме ваших ракет, к сожалению, пока. Ну, в общем, дослушайте дальше, Марии Захарову. Не самолету, не космическому аппарату воздушных, как это называется, военно-воздушных сил. Ну, я уж не знаю, чего там. А именно человеку, персональ, никогда такого не было, и вот придумали. Вот, например, такая же логика, что по требованию России они приходить в зал Совбеза не намерены. Ну, это же вообще, это же абсурд. Это же абсурд, в принципе. В общем, как вы видите, язык заплетается, несет ахинею, но возмущена страшно. И вообще, говорит, скоро российских дипломатов будут в спину выталкивать отовсюду, бейджи срывать, микрофоны выключать. Это правда. Скоро вас будут бить, когда видят вас. Это правда. Потому что так, что вы творите, именно к этому дело и идет. Послушайте ее. Изолируйте российских дипломатов, или мы сами не придем, то есть самоизолируемся. Вот это вам и есть прямое доказательство. Если бы их все устраивало, а устраивало бы их только в одном случае, что давало бы им творить беззаконие спокойно, или просто давало бы им возможность все это творить, у них никаких бы претензий не было к российским дипломатам. А они то нас не пускают, подговаривая физически, физически не выдавать визы, не выдавать какие-то аккредитации, то уже какой год бесконечные высылки под надуманными предлогами. И дикими они в этот момент выглядят, требуя, вы только вдумайтесь, требуя изолировать российских дипломатов на международных площадках. Мне просто интересно, запирать будут? Вот что дальше? Какой ход мысли? Отбирать аккредитационные карточки? Баджа вырывать, срывать российских дипломатов? Не пускать в зал заседаний? Отключать микрофоны просто физически? Нападать сзади? Вот какие варианты есть? Спорить здесь действительно бессмысленно, с таким поведением наглым, как вы себя ведете, именно так с вами и будут поступать. Вон там начальник Захаровой Лавров был, когда на конференции министров иностранных дел ОБСЕ, Скопья прямо угрожал Молдове, назвал ее следующей жертвой, например. Ну, в общем, полное безумие. Но еще одна тема, по которой ноет и чуть-чуть вам Лаврова, дам лошадиную голову, очень переживают они за российские активы. Но только тут они, знаете, уже стерегаются, там, учитывая, что их там собираются конфисковать тех же США, им они ядерной бомбой, значит, от Лаврова не угрожают, но говорит, мол, заберете наши активы, мы у вас тут что-нибудь заберем. Посмотрите. Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренности, в смысле попыток обмануть кого-то, но теперь вороватый уже в прямом смысле. Как они сейчас носятся с этой идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов, либо, как я понимаю, в качестве первого шага ту прибыль, которую они получают за счет этих активов, конфисковать и направить на Украину. Европейцы все-таки сохранили еще какие-то признаки уважения своих собственных законов, поэтому они медлят с этими решениями. Но по нашим данным, американцы в закрытых контактах объясняют им, как эти законы поменять, чтобы взять все и окончательно своровать. Ну, посмотрим. Министр финансов России Антон Силанов сегодня, по-моему, комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас тоже есть, что конфисковать в ответ. явно переживают очень за то, что придется им платить за то, что они сотворили в Украине и эти активы будут забирать. А это нужно обязательно делать, потому что агрессор должен быть наказан и на будущее никому не должно быть повадно такое творить. Друзья, вот такая новость из дипломатических фронтов. Помогите мне поделиться этим видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Держим строй!